Следующим номером нашей программы долгожданный, долгожданный 21 пилот. 21 пилот под названием песня Overcompensate. Дескать, чересчур компенсирует. Вот, после, напомним, напомним, после альбома голубой дракон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Я вообще не думал, что пилоты будут делать что-то внятное, что-то адекватное. Я, как бы, человек очень странных и предвзятых взглядов. Я всегда думал, что, типа, если вот уже один альбом пошел какой-то, ну, какой-то разброт и шатание, то вряд ли от этого будет что-то хуже, что-то лучше, точнее. То есть, либо будет продолжение и развитие вот такого какого-то странного фастфудного звука, который еще и при этом, ну, исполнен довольно сомнительно. Либо возвращение к тому, что было до этого, для того, чтобы, как бы, вернуть внимание и, ну, популярность среди слушателей, там, вот, в случае пилотов, это времен траншеи, времен Блеры Фейса или даже того же Вессела. Вот. Но, но, но посмотрим. В любом случае, в любом случае, я вижу уже по картинке, что, типа, вокалер Тайлер уже опять с черными руками и с черными шеями. А это, я не знаю. Мне кажется, уже, как бы, пора завязывать уже с этой стилистикой, с этим лором и с этим совсем. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, если людям нравится, если фанбой тащится от именно вот этих лорных всех историй охренительных, что там, короче, не люблю я вот это вот всего. И мне, как бы, оно, как бы, неплохо. Оно, как бы, неплохо, когда альбом, типа, My Chemical Romance Danger Days имеет какую-то за собой дополнительную подоплеку, кроме того, что это крутая музыкальная работа. Вот. Но в случае этих же Скейлден Дайси, вот этот голубой дракон, это как-то не помогло. И наличие вот этого, якобы, глубокомысленного лора с довольно сомнительным звуком, где я, кроме песни Сатурда и ничего не помню, что, типа, настолько оригинальные темы. То есть, даже вот один, вот этот сингл Хизенс для Suicide Squad'а был как-то намного веселее, чем весь Скейлден Дайси. Ну, короче, мы постараемся незашоренными глазами послушать, посмотреть. Как минимум, я жду хотя бы нормального, радиофрендли, такого попсовенького исполнения, за которое будет не стыдно. И это будет уже, как бы, прекрасно, я считаю. Поехали. 21 пилот, песня Overcompensate. Где-то я эту пианино слышал, ну, ладно. Ну, чё, живенько, 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 синты живенькие. Лишь бы сейчас не всрали это всё на какую-нибудь херню. Если он перейдёт на типичный реп, или на типичный какой-то, ну, я не знаю, гитарный гроф, который будет низкострунным и ритмичным, то ещё ладно. Если сейчас будет лютая попсень, типа... Короче, не будем базарить. Давай. Я надеюсь, я верю в лучшее. Окей, окей. Добро пожаловать в траншею. Ладно, ладно. Ну, походу, репчики сейчас будут. Яу! Давай. Кстати, 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 нормально. Единственное, что вот немного, мне кажется, подзатянули, но, опять же, это... Это вот всё, что я говорю. Мой каждый комментарий натыкается на вот этот... На вот этот контраргумент. Это так и должно быть. Это ради арта. Это ради лора. Это ради всего. Но, по-хорошему, вот... Это было три интро перед рэпом, которые длились две минуты. Причём я не против. Вот эта вот интро-оха начальная с вот этим тонким вокалом была ничего. Была очень даже ничего, очень атмосферная, очень гнетущая, очень даже так, держащая в напряжении, чтобы потом выходить на репчик. Нормально. Но, мне кажется, вот начальные вот эти вот синты и начальные вот эти клавиши... Я бы сейчас думал, я бы сейчас думал, как было бы круто, если бы сюда ворвался на фит шинода. Как же было бы круто! Реально, вот сразу такой вайб форт-майнеровский совершенно, вот прям уникальный. То есть, живые барабаны, живые инструменты на фоне, хорошая читка с неплохим, кстати, текстом и с вот этой ритмикой, которая не типичная триоли или там не типичная вот эта вот, ну, типичная вот эта ритмика, которой всё скатилось. А ощущение, да, возвращения хип-хопа из двухтысячных как раз вот именно времён форт-майнера. И я вот сейчас думаю, вот если бы на этом моменте... Да, прекрасно, блин, спасибо большое. Спасибо большое, сделали нормальный хип-хоповый трекан. Благодарю за это. Нормально, нормально, нормально. Там книжка, лоры, символы, понятно, там глаза, бря, это нас не интересует. Это нас не интересует, нас интересует сугубо музыка. На самом деле нормально, на самом деле нормально. Я ожидал, что будет хуже. Я ожидал, что будет хуже, будет слабее и будет как-то не так интересно, но... Тем не менее, опять же, и по меркам современного хип-хопа, и по меркам современной музыки в целом популярной, и по меркам того, что 21 Pilots сделали до этого, это как раз вот возвращение вот к тому же звуку, ну, возможно, траншеи, возможно, Blurry Face, кстати, чисто музыкально, то есть оно на Blurry Face вполне себе тянет даже. Вот, и мне нравится этот рэпчик, мне нравится эта смена бита, мне нравится то, что наконец-то пошел какой-то более-менее содержательный текст, и, конечно же, его притянуть, типа, там, к каким-то лорным связкам, отсылкам и так далее, что, дескать, в Skilled and Dice было одно, и это все так и должно было быть задумано, а здесь, типа, сейчас пойдет экшон, и, типа, будет ответ ко всем, всем, я не знаю, кто там у них, всем демонам, всем этим, коррупционерам. Я, короче, не знаю, я не соображаю о всех этих лордных делах, а меня так не интересует. В этом плане мне нравится даже вот больше нравится подход группы Gorillaz, то есть, типа, ты можешь слушать музыку и получать от нее удовольствие вне зависимости от того, понимаешь ты, что там между персонажами происходит, не понимаешь, и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, важно понимать то, что 21 пилот, кроме своей музыки, еще дает вот этот вот какой-то, так называемый ARG, да, вот этот Alternative Reality Game, вот это вот ощущение игры альтернативной реальности, где, ну, где они там делают, где они там предоставляют какие-то новые миры, какие-то новые условия, рассказывают какие-то дополнительные истории и так далее. Вот, то есть, в целом прикольно, в целом прикольно. Я думал, будет хуже, не то, чтобы я прям вау-вау-вау-вау-вау-вау, то есть, типа, были песни у них, безусловно, и повеселее. Безусловно, да, типа, вот эти вот бангеры, типа, I'm fairly local, или Stay in your lane boy, конечно, это были, да, я вот сейчас вспоминаю, это было моща. Да, подожди, а сейчас вот из Blurryface'а были еще такие прям интересные бангера, ну, естественно, этот... А что еще было Blurryface'а, ну-ка? А, Heavy Dirty Soul' был. А, Fairly Local Align Boy's Blurryface'а были, а я что-то думал, что это из Wessel'а? Все, тогда базар от ноль. Тогда базар от ноль. Да, 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 все-то, да, 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 да. Да, ну и Heavy Dirty Soul' тоже был ничего. Да, 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 это правда, это правда, это правда. В любом случае, посмотрим, что будет дальше, что будет потом, лишь бы это не сложилось так, что это один-единственный нормальный трекан, и все остальное будет... И так далее, типа, песни ничего, но, блин, я не знаю, пилоты все равно как-то это больше что-то такое креативное, больше двигающее, более агрессивное местами даже. Ну да, я доволен, я доволен, молодцы, 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 молодцы. То есть, типа, первый сингл из предстоящего альбома Клинси. Окей, 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 окей. Мы идем вперед, мы идем вперед, и у нас сейчас, между прочим, Linkin Park.